всем привет друзья ну что с вами хелин ши добро пожаловать на мой канал кто не знает я художник самоучка и делюсь с вами всем всем что я сама научилась за это время сколько я пишу картины я рассказывал все все как продавать где продавать как поставить контент чтобы у вас была визуальная картинка интересно и красиво 8 все все от начала и до целых процессов сегодня я как и обещала расскажу вам про instagram потому что instagram последнее время стал настолько таким такой площадкой для развития не только если раньше там блогеры знаете миллионы которые просто показывали свою жизнь и на этом зарабатывали то сейчас огромный площадка дает огромная возможность для творческих людей себя раскрутить себя показать и захватить огромную аудиторию и свой талант то что вы делаете показать огромному количеству людей то есть найти свою аудиторию и может быть найти поклонников вашего творчества но естественно все это мы делаем для того чтобы наши картины продавались потому что я не верю в то что люди говорят что я вот рисую просто потому что хочу рисование написание картин это достаточно трудоемкий затратный процесс то можно написать для души одну-две картины повесить все дома и ходить радостный можно написать картины несколько штук там до десяти и подарить своим друзьям но на десятой картине подаренная вы точно придете к тому что ваши картины настолько хороши и прекрасны что дарить их просто так и вы затрачиваете деньги в свое время и конечно же бы вы хотели получить за это что-то сегодня рассказываю про instagram потому что instagram помогает творческим людям художникам показать себя а также продавать свое творчество и в целом сделать себя более узнаваемой узнаваемым и так instagram я буду подглядывать в instagram так как я снимаю на свой телефон не instagram будет мужа одну секундочку и так буду по порядку первое что как всегда я вам говорю чтобы у вас instagram работал это надо поработать над визуалом визуал что это ваша аватарка это то что написано о вас коротко четко доступно а также хорошо бы оформить вот эти вот сохраненные ваши stories кружочками и сам визуал сам визуал это вот когда люди приходят сначала к вам на страницу вы должен видеть вот красоту достаточно иметь сразу 9 вот когда мы заходим у нас первым 9 картинок вот 9 картинок если у вас будет хорошо оформленных вот это прям захватится интересует и будет прям очень очень круто так как у меня картины разного цветовой гаммы у меня не получается создать визуал мой сейчас я зайду к себе ленше мой визуал не получается создать более гармоничным вот как заходишь и там все в пастельных тонах всего очень так приятненько у меня так не получается вот посмотрите как как выглядит мой инстаграм у меня аватарка я с картиной у меня описано откуда я что я художник каких галереях я нахожусь обязательно это написала и ссылка на мой личный сайт также у меня есть вот такие сохраненные stories просто для красоты и вот уже пошел мой визуал здесь перемешку на первой странице если мы вы нажимаем вот на решеточку тут и stories и картинки дальше у нас нажимается на stories это вот такой значок видео и уже тут все видео сейчас по порядку не stories орился извиняюсь просторе сейчас первым делом stories что такое stories stories это короткие на 24 часа вот здесь вот видео которые вы показываете вы можете нажать сюда вот у меня сейчас stories идет опрос сколько стоили эти кроссовки данная stories будет 24 часа после чего вы уже ее не сохраняйте поэтому stories надо публиковать пост пост вот у вас есть пост вы нажимаете на него нажимаете вот на стрелочку и можете так как это не мой аккаунт если был бы мой вас бы было поделиться в stories нажали бы на stories и у вас stories бы показывала еще картина то есть для чего это надо это чтобы вы дублировали вот у вас вышел пост и кто-то увидел ее в ленте а кто-то заходит сразу stories вот для того чтобы в stories у вас был виден этот пост вы репостите данный пост в stories и пишите что ой новый пост приди посмотри классно круто с 24 часа сохраняются поэтому не советую вам никогда использовать stories видео процессы написания картин или полезной информации которые вы хотите чтобы у вас она сохранилась потому что stories будет ваш удален через 24 часа далее вторые возможности как можно поднять и на самом деле на первом месте сейчас конечно рилсы рилсы раньше были обычными вы просто могли снимать видео и выставлять это как короткий ролик до минуты и радовать всех и вся сейчас у рилса огромные возможности вы можете снимать рилс дальше накладывать музыку которая вам понравится или же музыка топ которую сам instagram предлагает если вы используете топовую музыку то у вас сразу визуал уже поднимается то есть топовые музыки музыка всегда поднимает stories на порядок выше дальше есть такой интересный момент последнее время снимаю только так это короткие видео фрагменты как я делаю создаю то есть от начала написания картины до финального процесса результата вот например это видео она нарезанная и как же его можно сделать дело в том что вы можете когда листаете ленту увидеть вот увидели у меня например вау классный рилс хочу себе точно так же нажимаете на него возможно вот тут высветится использовать шаблон вы нажимаете на это используется шаблон и у вас покадрово будет расписано вот там 10 кадров вам надо снять естественно вы заготовку должны сделать снять несколько 10 коротеньких видео процессов чтобы они у вас были в телефоне и потом использовать этот шаблон для того чтобы нарезать и уже сам телефон на самого приложения делает вам такой прекрасный рилс если же у вас нет такого шаблона или вам не нравится музыка в шаблоне не ну вообще в целом короткий шаблон он вам не подходит вы просто снимаете сами короткие видео антируйте и когда уже загружаете как рилс вы добавляете туда музыку тогда у вас будет ваш личный рилс с такими короткими очень короткими фрагментами для чего это надо дело в том что инстаграм неплохо так конкурирует с ютубом раньше это было минута сейчас насколько мы знаем есть сюжеты которые до часа можно но это не рилсы просто сюжета но я вам советую снимать короткие рилсы потому что их интересно смотреть они показывают целый процесс за минуту вы можете показать все что вы делаете красивенько формате таком stories love story знаете такая интересная красивая история очень много аккаунтов художников которые только начинают они уже сразу решили делать рилсы и соответственно на этом у них повышается огромный просмотр у меня самый большой просмотр на рилс по моему 6000 это по меркам инстаграма да даже ютуба очень мало но тем не менее я работаю над этим я не так часто конечно снимаю как надо и не так качественно потому что это все-таки требует времени поэтому я все дело очень быстро поэтому здесь не еще надо надо расти я думаю что у меня есть перспективы вот и так stories сначала визуал потом stories потом рилс рилсы мы вообще ставим на первую очередь снимайте больше видео коротких видео процесс это все что угодно пошли в художественный магазин карандашик купили снимаете распаковывайте картину снимаете масло на палитру выдавили снимаете в общем каждую мелочь вот такого процесса снимаете если вы хотите поделиться нужной информации снимаете тоже коротенькие видео но чтобы это у вас сохранялось именно в вашем на вашей странице но не в stories если вы только что регистрируйтесь как вот я недавно зарегистрировала своих детей в инстаграме они рисуют у меня анимации анимационной картинки достаточно интересные картины комиксы и вот мы только что зарегистрировались и я сейчас пытаюсь на новой странице в инстаграме немножко если вам покажу называется они анимал у меня дети рисуют такие вот комиксы интересные достаточно вот например и что я увидела такого нет у меня потому что я уже давнишний пользователь что я увидела именно здесь когда вы только зарегистрировались вам сам инстаграм прям целую инструкцию показывает как чего делать даже такой интересный момент был когда я опубликовала первый пост мне инстаграм предложил даже он так и написал посмотрите теги которые используют похожие с вашей странично и аккаунта то есть уже кто-то раскрутил свою страничку инстаграм не предлагает посмотрите их теги как они раскручивают себя посмотрите их визуал посмотрите вообще как они это делают и используйте это уже в своих начинаниях потом если у вас только новый аккаунт инстаграм около на месяца вот у сейчас месяц нашему будет скоро месяц наши странички показывает на нашим аватаром что это новый новая новая страничка дабы вот так вот продвигать вот так вот показывать если же вы хотите создать новую страницу которая будет исключительно для искусства для показывания вашей деятельности то воспользуйтесь вот этим вот то что предлагает сам инстаграм вам и используйте все что пошагово он вам пишет и тогда у вас вот у нас уже там 40 подписчиков учитывая что я там раз в неделю выставляю какой-то пост потому что дети не так но они много рисуют ну вот чтобы что-то интересное показать надо выбирать конечно же вы можете делиться в инстаграме когда делаете пост делиться в других соц сетях это все настройках делается также инстаграм автоматически сейчас предлагает вам создать страницу в фейсбуке на основе вашей странице в инстаграме и конечно же вы можете регистрировать инстаграм магазин шоппинг я буду заново настраивать шоппинг и попробую снять еще новое видео как я это делаю потому что до этого у меня видео она конечно просматривается но многие пишут что непонятно ничего я сейчас попробую заново настраивать инстаграм и буду вам может быть сниму видео буду вам рассказывать подетально как это делать потому что много вопросов и мне придется самой разобраться в этой теме потому что у меня получилось так что я очень много аккаунтов по нас создавала из-за того что у меня была проблема с платными аккаунтам кстати как я решила проблему с оплатой рекламы я просто поменяла номер карточки и все и у меня мне инстаграм разрешил сделать рекламу так что не надо удалять никаких аккаунтов ничего переоформлять не новое открывать просто меняете номер карточки и все ну что я мне кажется немножко сумбурно было но тем не менее было понятно что сейчас самое главное в инстаграме это рилсы которые у нас публикуются можно публикать на главной странице можно оставить в разделе рилс а я еще не сказала что можно закреплять три поста которые вы хотите чтобы они всегда были у вас на главной странице вот заходит человек и три поста первые которые они закреплены они у вас всегда будут например у вас есть полезная информация которую вы хотите чтобы всегда она была на главной странице этот пост не затерялся никуда ты не убежал просто нажимаете на три кнопочки и там будет сохранить и прикрепить и вот нажимаете прикрепить и у вас будет три у меня на данный момент сейчас три картины которые хочу чтобы у меня увидели мою новую бабочку вот это вот да что она достаточно вот видите три вот таких кнопочки это закрепленные три поста вот так вот работайте с визуалом обязательно отмечаете галереи если вы находите с каких-то галереях обязательно отмечайте фирмы в котором вы рисуете может быть кому-то понравится то что вы нарисовали и у вас будет обязательно успех и если вы умеете еще раз повторяю всем как всегда 500 раз еще раз повторяю если вы очень классно рисуете лица то рисуйте знаменитости знаменитости американских французских итальянских испанских футболистов я не знаю музыкантов певцов выставляете в stories выставляете в постах в рилсах и если кому-то это понравится это будет большой успех а таких примеров примеров очень очень много так что используйте на все 100 свой талант свои возможности используйте соцсети для того чтобы раскручивать себя потому что в нашем мире в нашей жизни никто ничего не сделает за вас если вы сами этого не сделать поэтому пробуйте делайте и все у вас получится вот пока пока